Здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале, своих любимых, дорогих подписчиков и тех, которые первый раз ко мне зашли. Сейчас будет онлайн-расклад на тему «Мы в ссоре». И померимся ли мы, будем ли мы опять вместе? Мы сейчас посмотрим. Перед вами четыре короля. Итак, вам нужно будет выбрать одного. Это первый король, второй, третий и четвертый. Чисто интуитивно выбирайте своего мужчину. И мы будем смотреть. Выбирайте одного короля, одного своего мужчину. И будем смотреть. Так, выбрали? Тогда поехали. Так, первый король. Это король Пентаклий. Мужчина достаточно спокойный, степенный, при деньгах. Земного знака зодиак. Это дева, козерог или жительец. Итак, первый вопрос. Что он сейчас о вас думает на данный момент? Ну, что вы победитель, вы всегда на коне. Вы очень такая натура интересная, увлекающая. Вы все, что вы хотите, вы добиваетесь своего. И тут вы тоже своего добились. Что вы как победительница, наверное, да? Может быть, он этого признавать не хочет, но он так думает. Ну и, скорее всего, наверное, что в ссоре, наверное, виноваты вы. Вы победили. У вас получилось, да, и как-то его так наказать. А что он чувствует к вам? Он ждет. Он выжидает. Он хочет изменений. И он вот, он постоянно или на телефон поглядывает, или в интернет, где вы можете написать, о себе знать дать. То есть, как-то вот ждет какой-то момент. Ну, когда, ну, когда, ну, когда? Когда она себя уже проявит? Он в ожидании. Считает ли он себя виноватым в ссоре? И да, и нет. Потому что, скорее всего, он считает, что он проявлял какую-то гибкость по отношению к вам. Играючи, так скажем. Стараясь найти баланс, серединку. Он не совсем себя считает виноватым. Он считает, скорее всего, вас виноватым. Потому что здесь уже как бы карта победительницы. У вас получилось победить. Пойдет ли он на примирение первым? Вы знаете, нет. Нет. Он будет ждать. Он упрямый. Он же император. Ну, карта императора. Сильный, мощный. И он будет находиться в таком положении, где вы сами должны прийти на примирение. Он не захочет. Он очень упрямый. Он будет упрямиться здесь с вами. Итак, а какой же итог будет? Будете ли вы вместе при таком раскладе? Вы знаете, однозначно сказать да или нет невозможно. Но, 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 примиряться, так скажем, или мириться, да, вы будете как-то медленно, постепенно. Потому что ни вы не хотите первой идти на это, ни он. Ему вообще это не нужно как бы. Он сам ждет от вас первых шагов. Ну, он гордый. Он держит марку. Он считает себя мужчиной. Негожий мужчина. И первому вот так идти вот на примирение. Тем более, что он считает, что вы виноваты. Поэтому двойка жезлов – это решение для обоих. Какое вы решение примете? Я тут сказать не могу. Решать будете вы. Ну, ладно, хорошо, еще вытяну. Потому что такая двоякая информация. Итог. Будете ли вы дальше вместе? Да. Четко – да. Но не так быстро. Не так быстро. Надо будет еще подождать. Я не могу сказать срок. Потому что я его не вижу. Я не знаю, сколько вы на друг друга будете еще дуться. От вас двоих зависит. Но то, что вы будете в конце оба вместе – это 100%. Так, дальше. Кто загадал второго короля? Это король жезлов. Мужчина – хороший руководитель. Карьерист. У него огненный знак «Зодиак». Это лев. Лев – стрелец. Овен. Страстный, импульсивный. Молча все делает. Добивается всего. Итак. Что он сейчас о вас думает? Что вы от него ушли. Что вы… Вам уже надоело. Постоянно одно и то же. Вы давно хотели вот этого движения куда-то вперед. Возможно, без него. И да, так оно и есть. Он не смог вас удержать. Ничего, как бы он там, типа, не предпринимал. Ничего не получилось. И вы все-таки ушли от него. Так, что он к вам чувствует сейчас на данный момент? Это разочарование. Это перенасыщение. Это какая-то боль внутренняя непонятная. Он сейчас лишний раз думает о себе. Опять я разочарован. Ну почему? Ну почему так? Сколько можно? У меня уже сколько вон разочарований в жизни было. Хотя судьба дает ему еще как бы один шанс. А он уже не хочет. Он не верит. Он не верит, что может быть что-то хорошо уже в его жизни. Считает ли он сам себя… Вернее, считает себя ли он виноватым в ссоре с вами. И да, и нет. Потому что он сейчас углубился в себя. Он пытается понять. Он как киноленту все проматывает. Что я сделал не так. Почему это все привело к такой ссоре, уходу, да. И это депрессия, апатия. Ему сейчас очень плохо, я вам скажу. Потому что луна – это страхи, это уныние, это депрессия внутренняя. Когда он жрет себя. Потому что он постоянно об этом думает. Я даже не удивлюсь, если он еще начал пить уже. То есть ищет, да, утешение в бутылке вина. Так, дальше. Пойдет ли он на примирение первым с вами? Ну, я думаю… Я не могу сказать да или нет. Потому что здесь он боится сделать неверное решение. Вообще не знает, как поступать. Ему все кажется в черно-белом виде таком. Не в цветном. Потому что глаза закрыты. И он неправильно может сделать какое-то решение для себя. И он в страхе, страхе. А страхи мучают его. Пока нет. Пока нет. Ему достаточно сейчас очень плохо. И какой итог? Будете ли вы вместе все-таки в итоге? Это двойка. Сейчас. Это жрица, а второй аркан. Ну, вообще. Вот я не ожидала, что она сейчас здесь появится. Вот смотрите. Здесь все очень сложно, честно говоря. Кто загадал второго короля, сложно. Потому что жрица – это тишина и спокойствие. Здесь приходится только слушать свое сердце. Что у нас там будет происходить? Потому что такое вот, как в тихом ум эти черти водятся. Непонятно вообще ничего. Слушайте сейчас свое сердце. Вот что оно вам говорит? Будете вы вместе или нет? Вот как оно вам подсказывает, так оно и есть. Потому что у вас достаточно сложная ситуация. Просто. Просто. Вы ушли и все. И хлопнули дверь, и там чуть ли не уже, не знаю, мосты, наверное, тоже сожжены. Как вы вернетесь назад? Я не знаю. Поэтому я не могу четко ответить на вопрос, вы будете вместе или нет. Я могу сказать, это тишина и тайна, покрыта мраком. Слушайте только свое сердце. Вам будут идти подсказки. Через сновидения, через знаки. По этим знакам только можете понять, возвращаться к нему или нет. Он сам никаких действий предпринимать не будет в вашу сторону. Потому что он боится. Это вы его бросили. Ну или, так скажем, ситуация так сложилась, что вы ушли. Понимаете? Может быть и он был в принципе неправ во всем. Но он-то не понимает этого. Ладно. Так. Третий король. Кто загадал третьего короля? Здесь король мечей. Это воздушный знак зодиак. Водолей, весы, близнецы. Достаточно очень, хочется сказать, опасный. Ну, потому что он прямолинейный. И знание этого сила. Он никого вообще не боится. Он самый такой храбрый из всех здесь королей. Что он сейчас думает о вас? Он как к вам холоден. Он и сейчас на ножах с вами. Ух, он готов с вами поругаться. Вас отчитать. Лишний раз сказать, что вы плохая. Вы во всем виноваты. Он очень настроен агрессивно по отношению к вам. Мало того, что этот мужчина сам по себе такой агрессор, как идет. Он же вообще ничего не боится. У него все путем логики и каких-то знаний. Вот так он и живет. Он не душой живет. Поэтому так и понимает. Со своей околицы. Так, что он к вам чувствует сейчас на данный момент? Справедливость. Он считает, что нужно все по справедливости. Если виноваты вы, ну, значит, вас надо отчитать и поругать. Понимаете, как он считает? Также этот мужчина все хорошенечко сейчас взвешивает. Все за и против. Ведет себя достаточно, он так считает, корректно. По справедливости. И я бы не могла бы сейчас сказать, что у него такие чувства к вам. Ненависти какой-то или сильной любви. Вообще этого нет. Потому что весы это неодушевленный знак вообще зодиака. Да, в принципе, это знак весов. А весы у нас что делают? Они взвешивают долго. И предпринимают какое-то решение. Это знак вообще... Закона. И вот он считает, что надо... Вот она заслуживает моей любви или нет. Он через какой-то призму все это пропускает непонятно для себя. Все вот считает не через сердце и не через голову. Вообще по каким-то понятиям живет непонятно. Поэтому я не могу сказать, нет у него к вам ни чувства любви, ни чувства ненависти. Агрессия есть, да. Потому что, скорее всего, он считает, что вы виноваты. Вы должны выслушать о том, какая вы нехорошая. С его слов. Так, дальше. Считает ли он вас виноватой в ссоре? Ну... Может быть, да. Возможно, да. Возможно, да. Хотя... Да. Да, он вас считает виноватой. Что вы его не слушаете. Вы делаете все по-своему. И с ним не считаетесь. Как будто он вообще не мужик. У вас свое мнение. Как захотели, вы так и сделали. А его поставили перед фактом, что вы главная. В доме мужик кто? Он. Ну, это так, смысл, да. Кто в доме мужик? Я. А здесь получается, что не он, а вы. Поэтому это... Ему это не нравится. Пойдет ли он к вам на примирение первым? Так. Возможно. Возможно. Но не так быстро, как вы хотели. Медленно как-то. Медленно. Но... Скорее всего, да. Да. Хотя, вы знаете... Вы... Вы как-то так тихо помиритесь. Что даже не важно, кто пошел первый на примирение. Вы или он. Вы потому что связаны дьяволом. Дьяволом. Вы в зависимости у этого мужчины. И этот мужчина также зависим от вас. Скорее всего, это... Вот кто загадал Третьего Короля? Эти люди уже вместе давно. Эти люди уже вместе давно. Это не важно. Замужем вы, не замужем. Это не важно. Вы с ним очень хорошенечко так вот связаны прям одной цепью. Видите? Вот так оно и есть. Поэтому и дальше будете вместе. Помиритесь. Я не знаю. Может быть, кто-то вас помирит даже. Такое тоже может быть. Здесь уже между вами не важно, кто пойдет первый на примирение. Все равно помиритесь. Так. Ну, такой мужчина сложный. Вот надо как-то под него подстраиваться. Или что-то делать втихаря, чтобы он не знал. Ну, чтобы не обижался и не ссорился. Итог. Будете ли вы вместе? Ну, конечно, будете. Конечно, будете. Вот смотрите. Вот я говорю и вытаскиваю карту. Это десятка пентаклей. Это семья. Этот мужчина ваша семья. Все. Дальше. Кто загадал четвертого короля? Ну, здесь все король у нас кубков. Мужчина чувственный, эмоциональный. Вот живет как дышит от сердца. Такой достаточно ранимый, нежный, добрый. Ну, водного знака зодиака. Это рыба, рак, скорпион. Так. Что он сейчас о вас думает? Ну, что вы такая, знаете, как, наверное, богом ему данная, да? Женщина, которую он давно хотел, наверное, как счастье, как сюрприз, как шанс какой-то. Откуда-то свыше. Может быть, он давно вас желал, и как-то судьба так подвернулась, и вы встретились. Вот что-то он такое вот считает. Что он к вам чувствует сейчас на данный момент? Что он чувствует? Что вы ребенок. Ну, в хорошем смысле этого слова. Такая простая. Я не знаю, с таким ребяческим каким-то характером. Что вы еще юная, неважно, сколько вам лет, хоть 60. Ну, у вас внутри еще там вот, внутри еще маленький ребенок есть. Его чувства, кстати, еще к вам, что они достаточно стабильны, постоянны. От того, что вы с ним поссорились, это не означает, что он теперь думает о вас совершенно вдруг. Он также знает, кто вы, что вы. Ну, да, обиделся, ну, да, поругались, а у всех бывает. Но чувства постоянно. Нету вот этого, знаете, к вам такого рвения, люблю, жить не могу, или еще что-то, или ненависть какая-то. Нету, ровные чувства, стабильны, постоянно. Так, считает ли он вас виновной в ссоре? Он не только вас считает, он и себя считает. Вот мне такое ощущение, из всех мужчин, вернее, из всех королей здесь, а вот этот король кубков, он самый мудрый, вот, вот, правда, вот из всех он самый мудрый. Вот он считает, что он тоже виноват, видите, потому что он считает, что вы с ним как родственная душа, и он вас любит, и он счастлив, что вы с ним, ну, поругались, ну, что, бывает, ну, помиримся. Это же не трагедия, это же не проблема такая сильная, от которой вешаться надо, правильно? Ну, вот, поэтому он считает, что оба, в отношении к седа оба виноваты, правда, так оно и есть. Вот молодец, хороший психолог, кстати, ну, да, водный знак, да, естественно, они все хорошие психологи, потому что у них, они всегда умеют слушать и видеть такие вещи, которые другие, может быть, не видят. Ну, вот, из этого сделан такой вывод. Так, пойдет ли он на примирение первым? Ну, вы знаете, не совсем, не хочется ему первому как-то. Ну, в принципе, для него не принципиально, но он считает, нет, нет, скорее всего, нет. У него есть какая-то немножко обида, разочарование, он надулся, все-таки надулся, и пока нет. Нет, хотя процентов 60 нет. Кто знает, может быть, он завтра, водные знаки, они вообще очень переменчивые. У них 7-5 на неделю, у них все зависит от настроения. Вот хорошее настроение, он помирится. Плохое настроение, он мириться не будет. Все зависит от него, от него самого. Вот как он чувствует. Водные знаки вообще, они от Луны очень хорошо тоже зависят. Вот в полнолуние, мы сейчас идем к полнолунию, да? Нет, сегодня какое число? Уже полнолуние. Ну вот, энергии много, вот смотришь и померится. Так, итог. Будете ли вы вместе? Воздержание. Конечно, умеренность. Будете, будете. У вас все будет спокойно, контроль эмоциями, холодная голова, не спеша, вместе и дальше. Конечно, будете вместе. Вот такой расклад. Я всем желаю, чтобы вы со своими мужчинами, со своими половинками не расставались. Чтобы вы помирились в самое ближайшее время. И пусть у вас все наладится в отношениях. Любви вам всем и счастья. И крепкого здоровья, конечно. Спасибо. Спасибо.